Привет, я Андрей Примат, мы находимся в магазине БАЗа в образовательном центре ХАП. Завершился конкурс на бесплатное обучение. Итак, это Роман, конкурсант наш, который выиграл этот конкурс. Все верно, всем здрасьте, меня зовут Петрушенко Роман. Собственно, я очень-таки удивился, что Андрей меня как раз-таки выбрал. Очень приятно удивился, за это моё огромное спасибо. Вкратце о себе. Электронная музыка увлекает довольно-таки давно, диджеем. Довольно-таки хорошая коллекция музыки, как на виниле, так и на CD. В какой-то момент понял, что хочется развиваться дальше. Давно таит мысль, что когда-нибудь всё-таки я сяду и всё-таки сел писать что-то своё. Соответственно, большое спасибо магазине БАЗа, образовательному центру ХАП за такую возможность всё-таки попробовать и попытать себя именно в области написания музыки. Спасибо. И потом, когда я стал уже слушать много наушников, потом на других конкурс, слышно, как БАЗ на самом-то гудит. Действительно некрасиво. Гудит кик. Да, кик кик. Да, да, да. Дело в том, что он просто длинный, и ему нужно дикей чуть-чуть подкоротить. Чтобы сделать его короче, здесь как будто бы не можем мы ничего резать, и ничего с этим сделать невозможно, да? Значит, есть здесь такой редактор, envelope, envelope редактор. Envelope – это огибающие. Чтобы сделать короче, мы, по идее, должны как будто бы рукой, да, вручную делать всё время громкость. Крутить её, да? Как автоматизация повышается. Значит, необходима какая-то автоматизация. При этом в девятой версии Ableton появилась возможность использовать не только прямые линии, да, которые, допустим, да, нам нужно, а сделать их более плавными. Если, например, подвести курсор к этой прямой линии и нажать на кнопку Alt на компьютере, то появляется рядом с кастоматожей, да? И теперь мы можем выгибать эти линии вот таким образом, либо таким образом. Некоторые люди, продюсеры, создают из двух звуков один. Например, от одного они берут атаку и какой-то маленький кусочек для того, чтобы создать такой удар, да, мощный вначале. А от второго им нужен только бас. И в случае, если, допустим, тебе от второго нужен только бас, ты можешь взять какой-то звук, да, и сгладить ему атаку, как здесь, например, да, вот таким образом. Их по-разному играется, все зависит от того стиля музыки, которому... Это же все латиноамериканские дела, да? Их полиэритмические, там, всякие разные... Но шейкеры, они очень классно, на самом деле, сочетаются в электронном музыке, да, конечно, такой вот свой какой-то оттенок. Спасибо. 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 Спасибо.